Приветствую, друзья! Подключаем коллективный разум. Будем обсуждать две картины, которые там со свечой. Со свечой это два сюжета и поговорим о творчестве, о психологии и философии творчества, о человечности. Да, я вам сейчас, ну там кое-чего еще проговорим, потому что чем отличается принцип ключа и вообще ключ от других методов мира. Ну, во-первых, слушайте, в гипнозе Райков, Владимир Леонидович, внушал детям, что они гений, и они рисовали лучше, чем обычно. Да, это факт. Я очень уважал Райкова за то, что он до этого додумался, не знаю, сам ли он прочел, либо прочитал, прочитал каких-то журналов зарубежных. Но тогда мир был сокрыт, до зарубежных источников не так свободно было читать, он старше меня, может он и прочитал, а может и сам придумал, молодец. Да, ну я его уважал, а потом перестал, потому что он стал звонить на телевидение, на центральное, чтобы меня не показывали. Ну, я его спрашиваю, почему это не показывали. А сам он ходил за мной на мои лекции с видеокамерой, и все снимал. А он сказал, не показывайте, потому что это я же сам и придумал. А ему сказали, ну мы что-то не видели у тебя, что ж ты не показывал, ты все гипнозом да гипнозом занимаешься. Это очень тонкий вопрос, человечность, творчество, как говорится, гениальность и злодейство, как они сочетаются в человеке. Вот я, например, очень хорошо понимаю, если я не выспался, как бы я ни старался, картины у меня меньше обаятельны. А когда я высыпаюсь, более обаятельны. И люди также, они когда выспавшиеся, они более обаятельны, больше свободны. Видите, как свобода важна для того, чтобы человек был и человечнее, и в то же время и его произведения. Они более гармоничны. Это я полезным советом говорю. О том, что вообще искусство, если наука, например, это повторяемость, это критерий повторяемости того же самого в подобных условиях. Ну, в эксперименте, когда моделируют те же самые условия и то же самое свойство или явление там проявляется у объекта. Будь то вещество, там, будь то взаимодействия какие-то. То это наука. Наука – это повторимость. А искусство, по моему определению, это неповторимость. Но вот, чтобы сделать неповторимое, надо быть такой гармонией тоже внутри себя, чтобы выспаться, во-первых. А как это не высыпаться? Вот теперь для родителей, которые воспитывают детей. Вот, ну, естественно, они хотят защитить детей. Они хотят, чтобы дети были здоровыми, дети были талантливыми, успешными, чтобы их деятельность была востребованной, чтобы они могли и выживать, и созидать. Вот для родителей я говорю, которые с мнением существуют, что чем больше ребёнок старается, тем лучше. Но я занимаюсь базовыми вещами. Я, во-первых, хочу сказать такому родителю, дайте ребёнку высыпаться. Потому что на весах, если взвесить, что полезнее для мозга – высыпание или старание? Для мозга, конечно, полезнее высыпание. Потому что если он выспится хорошо, у него и математика легче и эффективнее, у него и картильный лучше, и обаятельный, и сам он здоровый и обаятельный. Вот какие простые вещи, надо просто их понимать. Так, дальше поехали. Вот Кандыба, Виктор Михайлович, наверное, В.М. Кандыба. Дело в том, что он мне подарил эту книгу, а у него много книг. Вот они сейчас у меня открыты. Значит, «Сверхвозможности человека», «Техника мысленного гипноза», «Тайные возможности человека», «Магия», «СК метод развития человека» и так далее, и так далее. У него есть, да, чань, буддизм и культура психической деятельности в средневековом Китае, да, психические заболевания. Ну, у него много. И, значит, короче говоря, можете посмотреть, там написать, там, В.Кандыба, и выскочат книги. И одна из этих книг, которая называется «Психическая саморегуляция», да, я её получил, как-то мне товарищ писал по почте, я как-то рассказывал об этом с юмором. Потому что я её там кому-то подарил, больше никогда не говорю об этом и не показываю, потому что там Кандыба написал, что то, что я придумал, ну, я, я придумал, до этого не додумался ни Будда, ни Мухаммед, ни Ленин. Да, и мне неловко было вот с таким текстом кому-то показывать эту книгу. Ну, вам я сейчас почему об этом рассказываю? Это важное вообще, потому что он там дальше пишет, что вот я, ну, Алиев, да, вот, что же я придумал такое необыкновенное, что хотите летать? И он сказал, хотите летать, вытяните руки и летите себе в свободном. Вот до чего я додумался. Ну, он это, видите, как оценил. Потому что на самом деле, когда человек выходит на состояние внутренней свободы, у него и появляется вот это состояние, вот это вот раскрепощенности такой, когда он может объять необъятное, вот он соединяется с вечностью. Ну, да, это очень интересное явление. Я вам хочу сказать теперь, чем ключ отличается от других методов мира, тем, что там есть два принципа, которые сквозные, которые надо никогда не забывать, когда вы подбираете себе ключевые приемы. А сейчас я вам покажу другую, вторую картину обещанную для коллективного разума, чтобы вы писали замечания и давали советы. Вот со свечой, вот картина, да, я ее переделаю, переделаю, вы как меня сейчас посоветуете, я ее так и переделаю. А теперь другая картина, которую я тоже переделываю, и вы мне сейчас дадите совет, я ее тоже переделаю. Вот ту назовем картина первая, а эту назовем картина вторая, вот это тоже со свечой. Да, и здесь тоже вселенная, и если вы помните, волосы были очень красные, теперь я вот краски, нет у меня красной, но никак не могу сделать красную краску. И поэтому у меня так получилось, но посмотрите взгляд, посмотрите космос, посмотрите свечу, да, вот, вечность. И напишите там в коллективном разуме советы мне дайте, потому что я сейчас тоже буду давать советы кое-какие полезные. Так вот, дело в том, что если говорить о Райкове, который внушал детям гипнозе, что они лучше рисуют, по моему представлению, его, ну, как говорится, он не додумался до того, что это можно делать и без всякого гипноза, если делать снятие блоков ума и тела, то есть приема раскрепощения, то есть, по существу, когда он внушал детям, что они гении, он снимал вот этот блок сомнений. Он, по существу, создавал у них состояние внутренней свободы, состояние уверенности, что они это могут. Так вот, вопрос же в чем заключается? Это же можно делать и без гипноза, с помощью ключа. От подбора действий, синхронных к текущему состоянию в моменте, и когда действие резонансно к текущему состоянию, блок напряжения снимается, стресс снимается, открывается вдохновение, появляется энтузиазм. Ну, конечно, при этом надо, чтобы человек был выспавшийся, по существу выспавшийся, он снял лишнее напряжение простейшим действием, которое совпадает с его состоянием, простейшим, за секунды, и тут же начинает засыпать. Природу не обманешь. Если батарейка мозга, условно говоря, разряжена, как смартфон, надо зарядить, надо выспаться. И тогда те же самые приемы дают другой эффект. Уже появляется не сонливость, не зевота, не какое-то такое пассивное состояние расслабления, а появляется вдохновение. Потому что есть энергия в клетках мозга из питания, кислород, запас питательных веществ и так далее. Вот как важно. Так вот, друзья, чем же отличается метод, что если кто-то вас спросит когда-либо, зачем же этот метод ключ отличается от других методов, потому что есть там, верите, но есть там другие йоговские упражнения и так далее, и так далее. Я вам просто зачитаю текст, который я сам приготовил, формулировку, чтобы не забыть ни одного слова, которое я сейчас вам скажу, потому что я этот текст, ну, формировал много лет, потому что некоторые части этого текста мною стали осознанные в течение пятилетий. Вот из книги в книгу, которую я писал, каждую книгу пишу по пять лет, там в каждой книге новые приемы, и вся эта история, как это происходило, вы можете видеть. Вот, например, если вы посмотрите азбуку саморегуляции для детей, родителей, педагогов, у нас в магазине там и блоки уникального контента, в меню сайта стрессу, в меню сайта КСРУ, то вы там увидите два-три часа и директор школы, и детишки, и все. Где мы занимаемся, а там не было еще синхрогимнастики. Синхрогимнастика появилась потом, на базе тех занятий, потому что там вдруг у одного из мальчиков не получалась вот эта левитация. Оказывается, он был зажат, и поэтому я потом стал думать, а как же сделать для не только 70% людей сразу, а чтобы 80-90% сразу могли метод освоивать, и создал синхрогимнастику. Потому что я понял, что делал в нервно-мышленных зажимах. Как и Станиславский, он тоже понимал, что делал в нервно-мышленных зажимах при подготовке актеров. Так вот, я вам сейчас прочитаю, чем отличается ключ, чтобы вы знали. И когда кто-то вам будет задавать вопрос, что же это такое ключ, когда это в йоге есть, в медитации есть, нету. Я вам сейчас прочитаю, что это. Значит, мне потребовалось для этого много лет любознательности, практики гипноза на эстраде, лекциях в клинике и в эксперименте. И уверенности в том, что человек по природе нуждается в свободе, и по природе он творец. И что его гению творчества мешают зажимы и зацикливаемость на пиках напряжения, зависания, как в компьютере. Поэтому приёмы перезагрузки ему крайне важны, в которых используется уникальный подход усиления инстинктивных защитных реакций. Например, дрожание или подёргивание, ну много там этих реакций, а не блокировки волнительных реакций. Вот же первый принцип, который отличается от других методов мира. Усиливать то, что организм сам инстинктивно выдаёт, инстинкт природный, как подсказку использовать. Да, ну это очень важный момент, потому что все приёмы метода ключа во второй части, в ключ-2, вот где используются пики напряжения, они основаны на осознанном использовании инстинктивных защитных реакций организма, когда ты сознательно делаешь эти реакции, они настолько вам естественные, настолько вам простые, доступные вот эти инстинктивные реакции, что потом, когда я показываю десятки этих различных приёмов, вы перебираете их, как примеряете ботинки в магазине, подбираете себе по критерию, запомните, максимальной простоты, комфортности и желанию продолжить начатое действие, вот три фактора. И когда продолжаешь, ты чувствуешь, сразу снимается стресс и выходишь на состояние или лёгкости, невесомости, или сонливости, если не доспал, как я сказал, или плакать начинаешь, если там, где-то у тебя это было закрыто, теперь это всё выступает и начинает прорабатываться. Поэтому ты сам себе сейчас и лекарь, и художник, и режиссёр, и кто угодно. И всё движется в положительную сторону, если ты знаешь, как это делать. А как это делать, мы делаем, показываем на... в книгах показываем, там всегда есть приёмы новые с книги в книгах, и показываем это на бесплатных ликбезах в Zoom, и показываем на вебинарах. Вот у нас сейчас, в следующую субботу, нет, в пятницу, в следующую, в ближайшую, будет вебинар с Аленом и с Шейлой. Они будут показывать свои приёмы, я свои приёмы, и мы все вместе, потому что моя семья, которая этим занимается всю жизнь, а дети мои с детства, я там покажу ещё и технику развития способностей, без всякого гипноза. Технику развития способностей, любую способность, которую вы хотите у себя развить, вы сможете, благодаря этой технике, там, ну, вы увидите это на вебинаре, объявление будет, объявление будет. Так вот, я вам что хочу сказать. Вот это первое, что вы подбираете действие синхронное, то есть резонансное, адекватное вашему текущему состоянию, чтобы действие совпадалось с внутренним состоянием. Да, и вот когда вы подбираете, сам второй принцип, сам второй принцип заключается в том, что когда вы подбираете сам процесс этого подбора путём перебора, по этому названному критерию, он развивает творческое мышление, творческий подход к делам, и вы любые другие проблемы решаете творчески. Вот, то есть вы ищете везде и всегда наиболее простое решение, которое является, оказывается, в этом случае эффективнее всех остальных решений, потому что вы ищете наиболее простое решение сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей. Это удивительная штука, но нету этого нигде. И вот послушайте внимательнее, когда вы занимаетесь подбором путём перебора по критерию соответствия индивидуального, это представьте себе миллионы людей, и каждому сегодня даётся критерий, который как гуру, как гуру этот критерий помогает человеку подобрать себе собственные индивидуальные приёмы. Вот массовая школа, и каждый может подобрать себе индивидуальные приёмы, а не повторяется кем-то шаблон, который кому-то может подходить, а кому-то нет. А вы для себя подбираете. А сам процесс перебора развивает креативность мозга, то есть поисковая активность мозга, чтобы вы и другие вопросы решали проще, эффективнее и быстрее. Вы представляете, вот этого и нету в других методах. А вот самое интересное ещё, теперь скажем, не третий принцип, а третий фактор. Нигде энергию стресса не использовать для решения ранее нерешаемых задач, которые вы в обычном путём решить не можете. А здесь вы можете использовать энергию стресса. Не просто снимать стресс, а учитесь по методу Ключ использовать энергию стресса. По своему усмотрению. Именно сегодня, именно сегодня, когда проблема стресса выдвигается на первый план и для онкологических больных, и для вирусных больных, и для кого хотите, для иммунитета, для чего хотите, на первый план выдвигается проблема стресса. Именно сегодня поэтому и повышенное внимание привлекают наши сайты. И Стрессу, и ХСРУ, и наш телеграм-канал. Записывайтесь на телеграм-канал, чтобы не пропустить новое. Вот сейчас будет у нас не только объявление о вебинаре с Аленой Машейлой, где мы поможем и дадим технике, как развивать творческие качества и возможности. И снимать стресс, и использовать энергию стресса. Но еще и будет наша встреча с уважаемым мной специалистом Дмитрием Анатольевичем Смысловым, с которым мы уже несколько встреч провели, и очень интересные встречи мы записывали, о предназначении школы Человек-будущего, о развитии человечности и прочее, и прочее. Я много интересного рассказывал. И он сейчас готовит очередную свою лекцию, очередную. Вы посмотрите его лекции, запишитесь на его лекции, посмотрите. Он готовит очередную лекцию, он мне сказал. Вирус гениальности. Но это очень интересно, правда? Посмотрите. Итак, друзья, вы напишите, какая первая картина со свечой, или вторая картина. И вот по первой картине свои замечания и свои советы, и по второй картине свои замечания и свои советы. Вы знаете, я все комменты читаю всегда, сам лично читаю, и всегда их учитываю. Да, и мы уже много картин сделали именно на основе коллективного творчества. Я даже как-то хвалился, что мы создали целое новое направление. Коллективное творчество в искусстве. Для того, чтобы потом решать коллективным творчеством глобальные проблемы человека и человечества. Одной из которых является человек, творчество, и почему человек по природе творец, и почему сегодня получилось так, что очень много неврозов, почему это так получилось. Ся Сяновхин говорил, что мозг человека сам формирует функциональные системы, что он имеет такую способность. Да, Павлов. Кстати говоря, помощница Ивана Петровича Павлова, ее внучка, на меня вышла Марина. Марине привет. Да, она занимается... Ну, она расскажет, я вот про свечи говорю, а она как раз занимается созданием свечей. Да, и она занимается с детишками, они занимаются и творчеством. Ну, много чем занимается, очень хорошая девочка Марина. Еще раз привет. Так вот, картины со свечой. Свеча – это свет. Человек более светлый, когда он выспится. Человек более светлый, когда он занимается своим делом с любовью. Все хорошо, что сделано с любовью. Я вам хочу стихотворение, которое я в прошлый раз говорил, кто-то слышал, кто-то нет. Человек лечится человечностью, свободой и реализацией способностей, любимым делом и мечтой. Любовью лечится взаимной и песней жизни, что с тобой. До встречи, друзья.